54-летний Екатеринбуржец рассказал о трагической гибели своего сына. Одиннадцатиклассник 130-го Екатеринбургского лицея покончил с собой в минувшую пятницу. Придя из школы, не раздеваясь, он прошел в комнату, где был установлен сейф с оружием. С детства, ездившись с отцом в тайгу, парень знал, как обращаться с охотничьими ружьями. Когда информация об этой трагедии попала в соцсети, где общаются родители лицеистов, отец погибшего Валерий сам вышел на журналистов в портал Уралвеб и рассказал о том, что предшествовало этому. Два года назад, по его словам, сына укусил энцефалитный клещ. Месяц тот пролежал в больнице и еще год ушел на реабилитацию. Так что целый год учебы ему пришлось пропустить и вернуться в лицей уже в чужой класс. С этим обстоятельством у парня возникли проблемы. 130-й лицей специализированный математически, но с новыми учителями он раз за разом получал двойки. По словам Валерия, сын был растерян и подавлен, как будто уперся в стену и не может ее сломать. Еще одной проблемой для школьника стали последствия болезни. Энцефалит практически парализовал его правую руку и ему приходилось ее постоянно разрабатывать. Правда, по словам мужчины, достигнутые успехи становились гордостью сына. Как только тому исполнилось 18, парень сдал на водительские права категории Б. Но еще до этого научился управлять снегоходом, квадроциклом и даже грузовиком ЗИЛ-131. Единственное, что так и не вернулось к парню, это способность быстро писать. По словам Валерия, директор школы Ирина Александровна очень волновалась, что он не сдаст ЕГЭ. В частности, из-за медленного письма не успеет справиться с заданиями и испортит лицею показатели. «С глазу на глаз мне об этом так прямо и говорили», — сообщил Валерий. «Ни о каком сочувствии к своему давнему ученику, который переболел эцефалитом, но, несмотря ни на что, хотел после школы поступить в институт, со стороны руководства лицея и речи не шло. Ребенка завуалировано, но откровенно вынуждали перейти в другую школу. «Я никого не виню в его смерти. Я с учителями общался, а они говорили правильные вещи, но относились как к неодушевленному предмету. Не было ни капли сострадания, желания пойти навстречу, дать просто доучиться», — рассказал Валерий Уралвеб. «По словам отца, после окончания лицея сын планировал поступать в педуниверситет на психологию или реабилитацию. Он сам прошел курс восстановления и многим мог помочь восстановиться». На городском интернет-форуме «Юмама» родительница одного из учеников этого лицея оставила такое сообщение. «Ужасно, но я случайно познакомился с этим мальчиком за неделю до трагедии. Пришла встретить ребенка в школу, а он на скамейке сидит. Задал мне какой-то вопрос, я ответила, и так слово за слово разговаривались. Минут двадцать я ждала, все время общались. Хороший мальчишка, такой светлый, немного странный. Неожиданно я увидела, что рука правая у него почти не двигается. Вскрикнула, ой. Он отреагировал неадекватно, закричал, «Все, мне не жить, у меня рука не работает». Я сгладила ситуацию, «Да все нормально, говорю, что тут такого, у всякого может случиться». Неожиданно ему позвонили, он быстро изменился, развернулся, сказал, «Мне надо уходить» и убежал стремительно. А потом знакомые мне рассказали, что этот мальчик почти весь прошлый год пролежал в больницу после укуса клеща. ЕГЭ не сдавал, он был в одиннадцатом классе в прошлом году, нынче снова пошел в одиннадцатый класс. Но писать левой рукой так и не научился. Писал правый, неработающий, огромными буквами от физкультуры был освобожден. Трагедия ужасная, но школа ни при чем. Завуч, который учил его в тот же день, как случилась трагедия, получила приступ. Сердечно ее увезли на скорой в больницу. Конец цитаты. Что стало причиной самоубийства сына, отец между тем назвать не смог. По его словам, еще накануне он строил планы с отцом на будущее лето, а с друзьями в выходные планировал вечеринку. Ему было поручено закупиться продуктами. Правоохранительные органы не комментируют гибель подростка. Однако, по словам Валерия, СКР уже завершил проверку, не найдя в случившемся криминальной подоплеки. Возможно, отец ошибается, поскольку такие проверки занимают минимум 10 дней.